МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Легендарный Гагаринский старт. Первый в мире стартовый комплекс для космических ракет. С него в апреле 1961 года человек отправился в космос. Сегодня отсюда стартуют ракеты «Союз». За всю историю комплекса более 500 пусков. Показатель абсолютной надежности и таланта его создателя Владимира Пармина. Замечательная ракета «Р-7», созданная Сергеем Павловичем Королевым, отличалась совершенно оригинальной схемой. Эта машина собиралась из пяти блоков, четырех боковых и центрального блока. Причем ракета не ставилась, как обычно ранее не ставились, на стартовую систему, называемую пусковым столом. А ракета подвешивалась на четырех специальных стрелах стартовой системы. Эта система оказалась очень надежной, и не было за все время пусков ракеты «Р-7», которых было запущено более 1400 штук, не было ни одного аварийного случая по вине стартовой системы. Самые сложные и ответственные пуски в мировой космонавтике пилотируемые. Высочайшие требования и к ракете, и к наземному комплексу. При этом старт номер один по своей конструкции до гениального прост. Ракету держит так называемый силовой пояс — четыре мачты привода. Во время пуска приводы расходятся сами, без какого-либо внешнего воздействия, за счет противовесов. «Бармин» очень хорошо создал стартовый комплекс. Кстати, они вместе с Сергеем Павловичем, им обоим принадлежала такая идея. Это очень остроумная идея была. Во время рабочего совещания один участник передавал другому макет ракеты. Простое движение. Ракета как бы взмывает вверх, и руки расходятся в стороны. По одной из версий, это заметил «Бармин» и попросил повторить. Так появился старт для «Р-7». Само конструктивное исполнение крайне оригинальное, конечно. И то, что в нем нет исполнительных механизмов, приводящих, раскрывающих систему при старте, это действительно заслуга отца, и он настоял на этом, потому что была ведь комиссия образованная при Академии наук, и они настоятельно рекомендовали, требовали даже, чтобы там были приводы дополнительные. А отец против возражал, потому что его одна из любимых фраз была, что самая надежная деталь, которой нет, она никогда не сломается. Взяв ответственность на себя, настоял он в том, чтобы этого не было. Ну, а поскольку мало кто, вообще говоря, на себя берет ответственность, такую же, знаете, поэтому согласились и отвечаю, голубчик. Неординарные технические способности Владимир Бармин проявлял с детства. В 16 лет он подал документы сразу в два вуза. В Московский механико-машиностроительный институт и в Ломоносовский механический. В этом возрасте тогда еще в университет не брали, и ему пришлось проходить специальное собеседование на знании истории и политической ситуации в стране. И был принят в оба института, и первый семестр ходил на занятия в оба института и сдал первую сессию экзамена в обоих институтах. Но потом все-таки остановился на том, что ему надо обучаться в одном институте, и это было на то имени Бабанова будущего. После окончания института Бармин стал работать конструктором на компрессорном заводе. И уже вскоре молодой специалист изобрел новый вид оборудования – вертикальный компрессор. И весь завод был перепрофилирован на производство этих агрегатов. Тогда не было большого количества именно грамотных подготовленных инженеров. Как только кончил МВТУ и пошел работать на компрессор, он сразу стал преподавать МВТУ. То есть его уровень знаний позволял ему заниматься преподавательской деятельностью вот сразу после окончания. В годы войны завод «Компрессор», где Бармин был уже начальником КБ, перевели на военные рельсы для производства необычных реактивных систем, которые позже назвали «Катюша». Разработка была сырая. Чтобы наладить серийное производство, конструктору пришлось срочно ее усовершенствовать. Бармин уже тогда наладил производство «Катюш» для советской армии. Причем это же не только на заводе «Компрессор», это была кооперация на Урале, были заводы, которые уже серийно производили «Катюши». Модификации были разными. Например, были «Катюши» на железнодорожном ходу, были «Катюши», которые стреляли с плеча вот так, по одной ракете пускали. Немцы боялись нового советского оружия. Серии залпов, которые сопровождались страшным ревом, заставляли фашистов бросать позиции и в панике разбегаться. За годы войны под руководством Бармина созданы более 10 тысяч «Катюш». После победы стране нужны были другие ракеты, космические. И Владимир Бармин вошел в совет главных конструкторов. Неформальное название группы ученых, которые занимались космическими разработками. Заседание совета главных конструкторов. Вот здесь изображен Бармин Владимир Павлович, потом сидит Рязанский, Королев, Кузнецов, Глушко и стоит Пелюгин. Именно эти люди вывели в космос первый спутник, человека. Отправили автоматические аппараты к Луне и Венере. Лидером был Сергей Королев. Однако космос начинается на Земле. Это хорошо понимал Владимир Бармин. Главным был по ракете Королев, а Бармину дали стартовый комплекс. Опять же, были какие рассуждения, что ну что такое ракета там, она улетела и все. А стартовый комплекс это же сооружение. Для меня самый главный памятник Владимира Павловича Бармин оставил это Гагаринский старт. После легендарного триумфа Юрия Гагарина полет на Луну стал новым вызовом для двух космических держав Советского Союза и США. И как финальная точка в этом соревновании должна была стать обитаемая лунная база. Королев предложил взяться за проект Бармину. Не хочет ли Володя вот этим заняться? Хочу. Это же на Тверде надо строить нечто. Наиболее близко было тому коллективу, который отец возглавлял. Поэтому отец с удовольствием взялся на эту задачу. Но вначале нужно было создать ракету. Царь ракету. Н-1 должна была вывезти в космос 100 тонн полезного груза. Стартовый комплекс для нее строила КБ Владимира Пармина. Н-1 очень сложный старт. Очень сложный старт, поскольку не было еще компьютеров. Это был в 1963-1965 год. Тогда было моделирование. Масштабы ракеты, габариты, башни обслуживания была высотой 147 метров. 147 метров. Это примерно как 45-этажный дом. И на полтора десятка этажей в глубину система коммуникаций. Когда закладывались стартовые комплексы того времени, все прятали под землю. Ну, по ряду причин. Начиная от спутниковой разведки до защиты в случае взрыва ракеты на старте. Стартовый комплекс сработал идеально. Но все четыре запуска Н-1 были аварийными. Ракеты взрывались в воздухе, подводили двигатели первой ступени. В итоге программу решили закрыть. А стартовый комплекс использовать для нового масштабного проекта сверхтяжелой ракеты «Энергия». Стартовый комплекс системы «Энергия Буран» должен был создаваться на базе существующего стартового комплекса для ракеты-носителя Н-1. Это чрезвычайно усложнивать задачу, так как газодинамика, ракет Н-1 и «Энергия Буран» не имели между собой ничего общего. Очень серьезная была задача создания системы заправки водородом, причем водородом впервые в мире переохлажденным. Это было связано с большим риском, поскольку водород, соединение кислорода, дают, как известно всем, гремучую смесь с большой взрывоопасной силой. Были направлены большие усилия для обеспечения принятия всех мер, которые бы исключали, даже случайности, которые могли бы привести вод к аварийной ситуации во всей жизни с использованием водорода. Специально для испытания мощной первой ступени энергии рядом с основным стартовым столом Бармин предложил создать универсальный комплекс «Стенд-старт» у КСС. Одна из задач на УКСС была, это огневой прожиг пакета в течение штатного времени активного участка. Это 600 секунд. 10 минут ракета стоит на старте и работают все двигатели. Ну, можно себе представить. Ракеты «Энергия» дважды поднимались в космос. Первый раз с комплекса УКСС. Второй со штатного старта. БРС остыкованы. Площадки движутся. Площадки 2 и 4 отведены. Есть включение ДО-блока С. Есть включение ДО-блока ФА. Есть контакт подъема. Площадка 3 движется. Площадка 3 отведена. Стартовый комплекс свою задачу выполнил. Все это время, с начала 60-х, Владимир Бармин работал над созданием лунной базы. Элементы которой должны были доставить мощные ракеты. На поверхность Луны начинают летать ракеты Н-1. На каждой ракете три модуля. Вот эти три модуля, например, они могли быть доставлены ракетой Н-1. Вот на этом рисунке как раз показано, условно показана посадочная ступень. Разница между орбитальной и лунной станциями, конечно, серьезная. Поселение на спутнике Земли надо было сильнее защищать от радиации, а значит, закрывать метровым слоем лунного грунта, реголита. Необходимо было обезопасить базу от метеоритов и едкой пыли, решить проблемы с энергообеспечением, для чего создавался ядерный двигатель. Долговременное пребывание в замкнутом пространстве означало, что нужно предусмотреть методы психологической разгрузки космонавтов. У нас был один отсек в лунной базе типа тренажерного зала, и там предполагалось, велоэргометр стоит, а человек одевает, сейчас вот очень модно молодежь этим, юные техники и на выставках, одевает такой прибор, где создается полная иллюзия, что он, например, в лесу там, а тут он крутит педали, а тут у него там какой-то пейзаж разворачивается. Это тоже имело большую психологическую разгрузку давало космонавтам. База — это минимум три модуля с перспективой расширения до шести или девяти. Космонавты, когда они прилетают, то вот этот луноход, он в автономном режиме приходит в точку посадки спускаемого аппарата. По планам Бармина на долговременной базе могли жить и работать 12 человек. Первый экипаж был подготовлен. 196 вращений на центрифуге. То есть это вот эти три года, они страшные, напряженные работы, они коту под хвост. Чем не дальше уходят эти события, тем больше, острее понимаешь, что это просто государственная ошибка. И, честно говоря, мы работали, как-то не было сомнений. Вот я даже хочу сказать, тот проект лунной базы, который мы делали, у нас у всех была уверенность, что это все будет реализовано. Масштабный проект, в котором были задействованы сотни предприятий по всему Советскому Союзу, так и не воплотили в жизнь. Был стартовый стол, детальный проект базы и мощная ракета-носитель. Но распались страна и тесная система производственной кооперации. Он прекрасно понимал, вообще говоря, почему эта программа закрывается. Для него личная трагедия стала распад Советского Союза. Просто жизненная трагедия. Он чрезвычайно переживал это. Внутренний облик российского сегмента МКС по сути продолжение интерьера станции МИР. А МИР, в свою очередь, наследовал элементы от станции Салют. Но мало кто знает, изначально все это придумывалось для модулей лунной станции. Ее разработка началась еще полвека назад. Неофициальное название станции было «Барминград» по имени главного конструктора Владимира Павловича Бармина. Сегодня идеи Владимира Бармина получают новое дыхание в проектах Роскосмоса. Все идеи, которые выдвигались вот тогда, в 60-е, для создания таких баз, они, конечно, сейчас снова рассматриваются. Новую лунную базу построят из универсальных модулей. Сборка на поверхности спутника Земли будет проходить без участия человека, при помощи роботов. Основным транспортом первых поселенцев станет мощный лунный поезд. Все, как и задумывал Владимир Бармин полвека назад. Полет на Луну должен состояться к 30-му году, и после 30-го года должно начаться разворачивание этой базы. Она будет сначала, наверное, маленькая, такая коротко посещаемая, а потом, наверное, больше и больше люди там будут пребывать. Наша работа на МКС и в открытом космосе, наши эксперименты, это фактически репетиция полета к Луне и создание там базы. Мы уже освоили орбиту Земли, теперь необходимо переходить к Луне. она станет для нас пересадочным космопортом для полетов уже в дальний космос. И хотелось бы, чтобы первое лунное поселение называлось Барминградом в честь первого конструктора советской лунной базы.